Всем привет, ребят! Ну что, сегодня такая очень даже интересная история, ну знаете, да, как в любом, наверное, коллективе, я думаю, что у многих такое бывало, такие вот замечательные провода, это зарядники, там, от телефонов, от спалма, короче, от всего, вместе они еще и все немножко разные у всех, у кого-то там айфон, у кого-то там андроид, ну, почему не сделали одинаковые разъемы, не знаю, давно бы уж так сделали, стол, где у нас все это лежит, тут начался там такой порядок наводить, началось там один, это мой провод, второй, это мой третий, там, отдайте, это вообще мой, кто-то там просто взял отсюда, вот, крикнул, да забери, говорит, у них все провода и поставь вместо высоковольтных, так вот, ты же крикнул, офигенно, ну и вот тут сразу пришла идейка, почему нам действительно взять вот эти провода, но мы же с ними много экспериментировали, пытались их заменить, там, что-то изобрести, какие-то светящиеся, не светящиеся, а вот эти-то провода, ребят, они же, блин, действительно такие прям, вроде как, даже, даже светятся, вы понимаете, в чем дело, смотрите, как это прикольно, если весело смотрится, поэтому что, давайте, возьмем, возьмем крышку трамблера, уберем отсюда все высоковольтные провода, от слова, совсем, и сюда сделаем USB разъем, чтобы она подключает провод, ну, а на свечи, соответственно, кто вы у нас, Type-C, и соединяем свечи, и крышку трамблера, то есть, с определенными, просто вот таким проводом для зарядки телефона, сейчас, конечно, сложно предположить, будет он светиться или нет, но это все дело мы узнаем в процессе, в общем, погнали. Итак, для начала, давайте вообще протестим вот такой провод, мы его обрезали с обоих сторон, обыкновенный взяли, здесь внутри что, ну, здесь неудивительно, здесь внутри просто какие-то пары, как, типа, витвые пары или что это такое, ну, проводки медные есть, и это уже очень хорошо, ну-ка, запусти. Все работает, все хорошо, глуши. Давайте посмотрим, как вот этот провод себя поведет. Самое, конечно, простое, это проверить, убрать центральный провод и посмотреть, как он будет работать. Запускаем. Ну, вот, в принципе, ничего удивительного, но он и должен был работать. Почему? Потому что есть провод, он все-таки напряжение проводит, соответственно, от катушки до трамблера добегает спокойно. Ну, теперь все это дело нужно соединять вот теми проводами, которые у нас такие фенди-берстовые, светящиеся. Есть, конечно, большие сомнения по поводу того, что они будут светиться, когда будет работать двигатель. Ну, если, конечно, будет работать. Но, в любом случае, пока не попробуем, не узнаем, поэтому собираем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, все провода готовы. И получается, что? Раз у нас все везде подключено, все хорошо, теперь мы делаем ставочки на другое. Насколько же все-таки эффективно это все будет моргать, светиться и работать, черт его знает. Не стали тут экспериментировать, делать по одному. Сразу сделали все четыре. Сейчас самый интересный момент. Это запуск мотора. Надо запускать. Блин. Нет, работает, это уже хорошо. А вот то, что они не моргают, это уже немножко хуже. Это что, нормально работает? Смотрите, очень даже хорошо. Это говорит о чем? Хоть они и лежат на корпусе, и тут между собой везде. То есть, спокойно он перезадевает. Но, в любом случае, искра, она же имеет свойство прошивать изоляцию очень хорошо. Но здесь все в порядке. Нигде ничего не шьет, все работает ни на корпус, ни между собой. И это здорово. Это говорит о чем? О том, что изоляция все-таки на них очень даже хорошая. Смотрите, она выдерживает такой прям, такой хороший разряд, который пробивает. Даже вот высоковольтные провода, когда приходят в негодность, начинают шить кругом, эти не шьют. И это замечательно. А вот со свечением у нас какие-то проблемы. Но, думаю, можно будет их решить. Поэтому предлагаем, что все-таки тогда не надеяться на то, что... Понятно, и надежд было мало, надежд было мало. Здесь 15-го вольта напряжение, конечно, хорошее. Но, в любом случае, то, что там стоит у нас в подсветке, наверное, какой-нибудь геодик, он, естественно, такую программу не вывозит. Поэтому, ну, можно попробовать. Давайте попробуем сделать все-таки, чтобы они светились. Погнали дальше. Смотрите, что у нас получилось. На самом деле, все очень даже хорошо. Давайте начнем со свечек. Свечки, ну, здесь у нас термоусадку пришлось поставить. Все дела. И вот он у нас разъем Type-C. Отлично. Значит, крышка трамблера, что получилось здесь? Ну, все то же самое практически, что и было. Единственное, что, видите, тут осталось еще... Добавилось еще два провода. Ну, они у нас там пойдут на питание. Почему? Потому что, ну, не получилось у нас, чтобы открыть все это дело работало. Да, действительно, где она заработает? В общем, вот такой замечательный трамблер. Четыре провода здесь вставили. Вставлено все в USB. Все как положено. Должны светиться. Свечи у нас тоже с разъемами, с Type-C. Поэтому все должно быть идеально. Ну, для начала, конечно, надо проверить. Ну, что, смотрите, все получилось, все отлично, все здорово. Провода у нас, смотрите, светятся. Очень даже неплохо такой получился у нас тюнинг замечательный. Да, немножко, конечно, длинноватый, но покороче, почему-то нам не дали. В магазине сказали, у нас таких сильно коротких нет. Ну, короче, ладно. Если поискать, я думаю, найти можно. И теперь самый такой интересный момент. Выживет ли это все, когда мы запустим двигатель? Ну, давай пробовать. Ну, а что, пока не попробуем, не узнаем. Поехали. Это что было сейчас? Нет, ну, они мыргают нормально. Давай дальше пробовать. Ты правильно провода поставил вообще? Смотрим. Первый, третий, четвертый, второй. Первый? Первый. Третий? Третий. Четвертый. Четвертый. Блин, вроде правильно. А что происходит? Ну, я думаю, что если мы будем продолжать крутить, то будет все то же самое. И, возможно, останемся еще минус-глушителем. Ну, и ладно. Попробовать выключить. А, ну, давай попробуем выключить. Ну, там, у тебя там. У тебя там. Так, ну-ка давай отключим, попробуем. Не, что-то мне подсказывает, что как-то что-то напутано. В общем, получается очень такая, ну, интересная, но предсказуемая петрушка. Значит, убрали, значит, все провода питания для того, чтобы они светились. Их все перекусили. Давай, пробуем запускать, все получится. Да-га. Да-да-да-да-да. Смотрите. Здесь у нас еще для того, чтобы провод светился, они там шибко такие прям умные, когда потребителя нет, они не хотят светиться. Поставили такие нагрузочные резисторы и получается. В общем, искра-то бежит по проводам. Очень хорошо она добегает до резистора и раскакивает не на самой свечке между электродом и катонтом, где она должна бежать, а бежит просто на корпус через резистор. Прям очень-очень-очень даже хорошо видно. Давай, пробуй заводи. Прям видно, они стоят близко и искра бьет снаружи свечи, смотрите. Эх, печалька. Прям, да все, не мучай, не заведешь. Давайте-ка еще резистор уберем и посмотрим. Ну, в принципе, так-то что смотреть? Мы же делали изначально, все работало. Сейчас опять переделаем в первую версию и посмотрим, что, блин, что тут не дает ему работать нормально. В общем, едем дальше. Ну что, смотрите, все-таки убрали нагрузочные резисторы, питание все, отцепили, все развели. Давай, пробуем. Вот, и все работает. Так, но, работать-то работает, но у нас нет никакого свечения, нет вот этого, вот этой иллюминации на проводах. И это прям, и это прям очень печально. Стоит только подключить питание, либо нагрузочные резисторы, и все сразу прям выйдет. Не так, как мы задумывали. Слушай. В общем, получилась такая вот замечательная история. В принципе, сам провод питания, причем провода эти, ребят, честно скажу, они совсем, ну, продаются они, в общем, на каждом углу. Ну, самое-то интересное, что сам провод, он как высоковольтный вот провод работает. Самое, что интересно, вот на массу, на руки, нигде он не шьет. То есть, изоляция такая, что он выдерживает, то есть, напряжение искры и не дает ей никуда убежать. То есть, ровно, четко в свечку. Все как положено, все здорово. Ну, опять же, вот с подсветочкой проблема. Почему? Потому что питание мы подаем с одного разъема. Естественно, они там закольцованы. То есть, ну, в каком-то месте они все приходят. То есть, один на плюс, второй на минус. Из-за того, что контакты находятся очень близко, естественно, она пробивает и шьет. Она не в том порядке, в котором нужно для нормальной работы двигателя. Поэтому получается то, что высоковольтные провода можно заменить вот таким замечательным проводом для зарядки телефона. И он работает. Прямо на все 107%. Поэтому, ребят, все работает, все круто, все классно. Ну, а пока на этом у меня все. Так что смотрите нас, что-нибудь предлагайте, комментируйте, обязательно пишите. Ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока. Провод работает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok